Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, друзья, гости, все, кто смотрит нас в прямом эфире, мир вам! В этот вечер же хотелось бы вместе с вами обратить наш взгляд, наш взор на две истины, на две причины, которые указывают, почему Господь достойный, и Ему принадлежит вся полнота благодарности, славы, чести и поклонения. Если у вас есть на руках в этот вечер Священное Писание, я хочу, чтобы вы открыли его вместе со мной, послание апостола Павла к Галатам, первая глава с 3 по 5 стихи. Галатам 1, с 3 по 5 включительно. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». Первые 5 стихов этого послания, они являются вводной или вступительной частью апостола Павла. Здесь он приветствует их и напоминает то Евангелие, которое они получили в церкви и христиане в Галатии. Они это получили, но Павел говорит, что они очень быстро от него отошли. В 6 стихе он говорит, «Удивляюсь, что вы так быстро переходите к иному благовествованию». Это Евангелие, о котором говорит здесь автор, хоть и было сказано и было записано более двух тысяч лет тому назад, сегодня продолжает по-свежему и по-новому звучать в сердцах людей, живущих в 2021 году. Эта добрая весть была сокращена до одного предложения, как вы сами видите на этой стеклянной кафедре. «Распятый Христос». «Распятый Христос за грехи людей». Повествование о человеке, его грехопадении и искуплении от греха – это одна из самых главных тем всей Библии. Человек, как творение Божие, он был создан по образу и подобию его, был создан для определенной цели. И эту цель человек должен сам понять и осознать. С самого начала Бог указал Адаму и Еве, что им нужно делать. Он разрешил им жить в прекрасном саду, дал им полную свободу, кроме одной вещи. Не вкушать плодов от дерева познания добра и зла. Все делайте, что хотите, но вот только это не делайте. Из-за непослужения первых людей грех вошел в мир, а с грехом в мир пришла и смерть. Грех. Грех характеризуется в Писании обычно словом «промах», то есть непопадание в цель, в ту цель, которую Бог поставил перед людьми, перед первыми людьми. Ей подчеркивается, этим промахом подчеркивается сознательный выбор человека, его свободное решение следовать не по тому пути, который должен. Также довольно часто встречается определение греха как нечестие, то есть отсутствие правильности, отсутствие или нарушение моральной или религиозной чистоты. Обобщая различные определения этого слова «грех», с одной стороны, можно сказать образно, что грех – это проступок, выражающий несоответствие Божьему закону, а с другой стороны, сущность и состояние противления Богу. Грех, который вошел в мир через непослушание Адама и Евы, был непопаданием в цель, ту цель, которую Бог поставил перед ними. Грех первых людей произошел не по воле Бога, он произошел по личному желанию и выбору человека. То состояние, до которого дошло человечество из-за греха, описано в книге «Бытие». И несмотря на это, Бог, прежде создания мира, прежде сотворения, видя последствия этого проступка, Он не отказался от своего замысла. Он не сказал «не сделаю так», «сделаю по-другому». Он все же решил идти до конца и восстановить отношения. Правда, позже, но восстановить отношения между Творцом и Творением через Сына Своего. И первый шаг, который делает Бог, Он отправляет Своего Сына. И первое, на что я хочу обратить ваш взгляд, это воля Отца была в том, чтобы Сын отдал свою жизнь. Самопожертвование Иисуса Христа. В четвертом стихе Павел пишет «И Иисус Христос отдал Себя Самого за грехи наши». В этом четвертом стихе автор говорит о действии Иисуса Христа, а вот самопожертвование, как о великом подвиге. Почему подвиг? Ну, человек по своей сущности, он желает жить. Он не хочет умирать. Он был создан, чтобы находиться постоянно в движении. Он был предназначен для вечности. И желать себе смерти просто противоестественно ему. Слово «человек» происходит от понятия «человечный». Отдать свою жизнь, а тем более за грешников, за убийц, просто чуждо. Но Иисус, посмотрите, в будущее, когда мы еще были грешниками, Он идет на крест. И это является подвигом. Он отдал Себя Самого за грехи людей. И несмотря на то, что человек все-таки хочет жить, обратите внимание, осознанно Он выбирает путь погибели. Он все равно идет в пропасть. Он осознанно выбирает смерть. И вопрос, почему так? Каждый, рождаемый в этот мир, приносит с собой унаследуемый грех Адама. И этот грех, он приходит вместе с человеком, когда он рождается в мир. И по своей природе он держит человека в рабстве. Он не может делать добро, потому что грех не позволяет ему. Как бы человек ни пытался, собственными силами, как бы он ни стремился, он не свободен. Единственный выход из этого тупикового состояния была жертва Христа на Голгофе, на кресте. Единственный выход – это было вмешательство самого Бога. Но почему вмешательство Господа? От Адама и Евы и до закона человек жил в полной свободе, полной вседозволенности. Каждый делал, что считал правильным. И книга «Бытие», 6 глава, 5 стих. Бог как бы смотрит на это и делает вывод. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время». У человека была свобода, он мог делать, что хотел. И даже тогда он не в состоянии сделать добро. Он не может его делать. Проходит время, посмотрите, и Бог дает через Моисея закон, определенные постановления и правила, как делать добро, как жить правильно. И даже тогда человек не в состоянии его делать. Имея закон, израильский народ не мог достичь совершенства, потому что грех держал их в рабстве. Да и вообще с законом не достигается спасения. Закон только обнаруживает или указывает на грех, но не освобождает от него. Проповедник Экклесиаст, 7 главе, пишет так. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Таким образом, Писание показывает очень четко и подчеркивает, что человек, будучи свободным, он не может делать добро. Имея закон, правила, постановления, он все равно не в состоянии делать добро. И что делать тогда? И вот здесь приходит Иисус Христос, это жертва, это самопожертвование, этот агнец, который пошел на крест ради людей, чтобы искоренить проблему всех проблем. Апостол Петр подтверждает это в своей проповеди в книге «Деяния». Он говорит, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Так посылая Иисуса Христа в мир, пришла благодать, которая, в отличие от закона, освобождает и дает прощение грехов. «Потому любит меня Отец, — говорит Иисус, — что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. С ее заповеди получил я от Отца моего». Самопожертвование Иисуса Христа только подтвердило то, что не могли сделать люди. За всю историю человечества жертва на Голгофе показала всему миру, что люди не в состоянии быть послушным Богу. Только Сын, Он проявил это послушание. Добровольное принятие смерти на кресте загрешных является попаданием в цель, послушанием. В то время, как первые люди не были в состоянии быть послушными Отцу. Итак, воля Отца была в том, чтобы Иисус Христос добровольно одолжить свою. И за это мы должны славить Бога. И за это Ему принадлежит вся полнота благодарности. Второе. Воля Отца была в том, чтобы освободить людей от мира. Чтобы избавить нас, говорит апостол Павел в 4 стихе, от настоящего лукавого века. В этом стихе автор употребляет слово, которое указывает на силу греха и зависимость к нему. Посмотрите, он говорит, чтобы избавить. Если сравнивать с другими переводами, допустим, в молдавском написано «сенезмулга». Или, если смотреть даже в тот же греческий, там употребляется слово «изъявил», «изъял». То есть вырвать, вынимать или удалять. Желание Бога вырвать человека из мира, из царства греха, только подчеркивает доброту и благие намерения Бога. Желание Бога или воли Отца показать немощность людей в достижении самостоятельного спасения, а также эта доброта показывает, что человек принадлежит и был создан для вечности, не для греха. Когда-то Иисус, стоя перед Пилатом, говорил и засвидетельствовал, что «Царство мое не от мира этого». Сын Божий, стоя там, он понимал, зачем он пришел, почему он идет на крест. Он осознавал свой приход и свою миссию. Но вопрос сегодня задается мне и каждому из нас. Почему дети Божьи, будучи верующими людьми, живя здесь на земле, порой забывают свою принадлежность Христу, ведь Он купил нас дорогою ценою. Если Он купил нас, и мы принадлежим Ему, значит, жить нужно по воле Отца. Иоанн говорит в своем первом послании, «Не любите мир, а не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И Христос как бы заканчивает эту мысль и говорит, «Да будете сынами кого? Отца вашего небесного». Если воля Отца была в том, чтобы сделать нас свободными через вырывание из этого мира, то почему еще столько много людей никак не могут порвать с миром и с грехом? Ну, неужели Бог вырвал не всех? Или, может быть, Евангелие, оно все-таки сложно для воспринятия? Или сложно верить в Него? Или все же проблема заключается в человеке, потому что он не хочет полностью отказаться от своих старых привычек, от друзей, желаний, мечты, образ жизни, может быть, все-таки сердце Его не полностью отдано Спасителю, и Он еще остается прикованным к миру. К большому сожалению, мы, люди, всегда ищем виноватого рядом и только в последнюю очередь думаем о себе. Иисус пришел, чтобы умереть за людей и за грехи их. В заключении, перед тем, как мы будем молиться, хочу повторить эти две истины, которые так всем нам хорошо знакомы. Первое. Воля Отца была в том, чтобы Сын отдал свою жизнь за грехи людей. И это показало Его послушание Отцу. Второе. Воля Отца была в том, чтобы освободить нас от мира, потому что принадлежим мы к небу и к вечности. Сегодня Слово Господне напоминает о простых истинах, которых порой иногда так тяжело применить в своей жизни. Так сложно жить по ним, быть послушным. Господу является актуальным не только 2000 лет назад, но и в 2021 году. Послушание больше жертвы. И Господь ожидает от нас, чтобы мы попадали постоянно в цель. В этот вечер хочу призвать каждого из вас и меня лично за все это, воздавать всю полноту благодарности, чести и поклонения Богу, потому что Он достойный этого. Аминь. Давайте мы будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok